Ну что ж, а мы переходим к нашей следующей теме. Тема актуальная для многих. Актуальная для тех, у кого подрастают сыновья, для тех, у кого все еще, в общем-то, продолжается призывной возраст. В апреле стартовал весенний призыв 2014. Сколько ребят отправятся служить в армию в этом году из Свердловской области. О принципах комплектования, о ходе призывной кампании, а, кстати, об альтернативной службе тоже мы поговорим прямо сейчас, в программе «С ума мнений» с Ильей Олеговичем Фалиным. Добрый вечер. Илья Олегович, начальник призывного отделения железнодорожного военкомата. И Верхесецкого, и Железнодорожного. Два района. И Верхесецкого, и Железнодорожного. А, да? Да. Ну, так вы-то мне и нужны. У меня-то прям даже и личная заинтересованность даже к вам тогда. И Верхесецкого. Да, два района. Объединяет наш военный комиссар. Хорошо. Тогда давайте, пожалуй, начнем с самого начала. В этом году, например, на первичный учет военный встали те, кому в этом году исполняется 17 лет. Да, год исполнения 17-летнего возраста. С 1 января 2014 года по 31 марта длилась, уже завершилась первоначальная постановка граждан на воинский учет. Это те, кто 97-го года рождения? Да. Боже, 97-й год рождения, уже на воинском учете. Есть такая фишечка, которая не всем пришла в голову, а, пожалуй, только тем, у кого есть сыновья, или кто так или иначе связан с военной службой. В этом году уже третий раз подряд выпускники школ будут 18-летними. Это дети, которые полноценно провели 11 лет в школе. И поэтому вот этого годового люфта у них временного нет. Если раньше, например, еще там 3 года назад мальчишка заканчивала школу, 17 лет, не поступил, ну, как-то там провел год, то есть у него есть еще один шанс попробовать поступить, и только потом пойти в армию, если уж совсем оказался негодным к поступлению. А сейчас шанс только один. Сейчас шанс один предоставляется, но законом он предусмотрен. Вот еще раз, значит, они у нас что, заканчивают школу в мае, июнь у нас у них ЕГЭ, потом июль у них месяц для поступления, для зачисления. Если нет, welcome, осенний призыв. Так? Ну, призывная кампания у нас длится до 15 июля, и школьники, все школьники фактически заканчивают, особенно в этом году, 26 июня у всех будет выпускной. 26 числа они получают уже аттестаты о среднем полном общем образовании и уже выходят во взрослую жизнь. Но призыв у нас длится весеннее до 15 июля, соответственно, они у нас прибывают к нам на заседание призывных комиссий. Это специально продлили? Потому что, я помню, еще пару лет назад было до 1 июля. Продлен он был давно еще, когда не было закона в образовании, когда не было 11 лет. То есть это было... А то есть это не хитрость никакая? Да, это не хитрость, нет, абсолютно. Закон образования изменили позже, намного чем изменили сроки призыва. Но в настоящий момент граждане после того, как они сдадут ЕГЭ, то есть если они сдали ЕГЭ, то они получают, соответственно, документ образования, аттестат. Эти аттестаты они предоставляют призывные комиссии свои по месту жительства и, соответственно, получают право на отсрочку для поступления в высшее учебное заведение. То есть призывная комиссия предоставляет отсрочки до 1 октября, то есть до следующего призыва осеннего, соответственно, 2014 года будет предоставлять отсрочки именно... До следующего? Звучит только до следующего года, но по факту это только до осени. До 1 октября. Они, будучи уже 31 августа, как правило, проходят все зачисления в ВУЗы. То есть вот у нас июль-август они сдают экзамены и благополучно уже становятся студентами. Получают статус студенты и 1 октября, с 1 октября они прибывают вновь на заседание призывных комиссий уже в статусе студентов. И представляют уже справки о том, что они являются студентами высших учебных заведений и дальше уже... То есть у меня есть уважительная причина, что я студент. Так, когда призывают в армию временно негодных и кто такие временно негодные? Ну я хотел бы еще дополнить, да, буквально одну секундочку, потому что отсрочка предоставляется, опять же, тем гражданам, которые успешно сдали единый государственный экзамен. То есть только именно тем гражданам предоставляются, получают они эти статусы. А, то есть, в принципе, те, кто неудачно сдал ЕГЭ, то есть... Да, они подлежат призыву на военную службу, ну, соответственно, они могут использовать все возможности пересдачи, то есть там, если дается три пересдачи... Эти даже до осени ждать не будут. Ну, по срокам, получается, что там 8 июля, по-моему, последняя пересдача ЕГЭ стоит, поэтому до 15 июля фактически длится призыв. Поэтому призывные комиссии вправе принять решение о призыве на военную службу данных граждан. Угу. Ну, вот я слышу такой прям веселый задор в вашем голосе, потому что, ну, действительно, столько формальностей, может быть, мне, конечно, кажется, но вот из того, что я услышала, да, по идее, если бы весенний призыв не был продлен до 15 июля, а, скажем, ну, хотя бы заканчивался июнем, то, в принципе, ну, все, закончился призыв. Тут как раз вот период для поступления, там, не поступил, там, где-то еще там сроки бывают подольше в каких-то коммерческих, например, в вузах. Ну, не надо было вот уйма формальности и бумажек заполнять, вот, чтобы срочка была официальной. Ну, с одной стороны, сроки... Ну, в общем, вам-то тоже, я так поняла, похохотать-то и повеселиться устроило государство, нет? Ну, вы знаете, сроки веселия, опять же, сделаны для граждан, потому что граждане, которые обычно заканчивают 30 июня уже учебные заведения, особенно среднее профессиональное образование получают, они имеют возможность попасть в вооруженные силы. То есть до 15 июля, после окончания учебных заведений, они уже призываются, попадают на задание призывных комиссий, призываются на военную службу и уходят в вооруженные силы. И мне надо ждать осени, то есть они уже сразу пошли в вооруженные силы, и ровно через год они уже в июле вновь прибывают и вступают в свою гражданскую жизнь. То есть как можно вычислить военного человека или сотрудника военкомата, отличить его от обычного человека? Обычный человек будет говорить, скорее всего, и тут он уже там должен пойти в армию, или там обязан пойти в армию, или заберут его в армию, военный человек или сотрудник военкомата будет говорить, получает возможность служить в армии. Ну, то есть как привилегия. Но я надеюсь, что мы возвращаемся, кстати, к этому. В настоящий момент как раз вот этот период идет становление армии, становление вооруженных сил. То есть сейчас в армии служить не только престижно, но еще и выгодно, потому что действительно много... Но, кстати, и гораздо безопаснее стало. И безопаснее, да, это безусловно, потому что сейчас мы даже сталкиваемся с тем, когда проводим встречи с матерями военнослужащих, которые дети проходят службу непосредственно уже в частях, мы их собираем, особенно это бывают мероприятия на Дни матери, мы такие проводим, и слушаем отзывы, потому что мы же не знаем там, кто придет и что скажет. Естественно, отзывы положительные, мамы делятся впечатлениями, что все хорошо. Потом кормят замечательно, никаких проблем не существует. Ну, вот это, кстати, открытость, да, и доступ родителей, скажем, там, в воинские части. Родители своими глазами могут увидеть то место, где ребенку предстоит служить. Ну, есть люди, которые, ну, скажем, служили еще в советской армии, или там даже пусть в постсоветской армии, ну, то есть по-настоящему, по-пацански, вот их очень веселят. Вот эти ситуации, например, ведение тихого часа, выдача двух сим-карт, чтобы солдат, срочник мог связываться там, да, с кем-то из своих родных. Это действительно есть, это вот на днях мы буквально узнавали, это действительно так. Опять же, матери у нас имеют возможность сопровождать президника до места службы. Вот, и многие считают, что это какой-то детский сад, это же разве это армия? Вы знаете, это обусловлено уже теми процессами, которые происходят в обществе. То есть общество стало более открыто, и военные тоже пошли на то, чтобы сделать армию более открытой, так как это обязанность, воинская обязанность, которая предусмотрена Конституцией. Поэтому граждане имеют право знать, в каких условиях будут и сами они проходить службу, и матери имеют право увидеть и посмотреть. Буквально с первых шагов, начиная с призывных комиссий, с медицинской комиссии, мамы сопровождают детей. И смотрят, в какой компании ребенок оказался. Безусловно. И на самом деле сейчас военные комиссариаты проводят очень много социально-патриотических акций, открытых более. То есть даже сейчас мы, когда проводим День призывника, если раньше он мог проводиться в ДК, в стенах военкомата, то даже сейчас мы вынуждены проводить его. В школах. Да нет, не в школах. В воинских частях мы сейчас его проводим. То есть мы буквально на один день открываем двери воинских частей для призывников, для родителей, приглашаем туда граждан, которые непосредственно подлежат очередному призыву на военную службу, и знакомим их не только с тем, что их ждет, это рассказываем, но и показываем это наглядно. Они могут увидеть казармы, они могут увидеть столовую, они смотрят меню, рационы. Счастливые его солдат? Безусловно. Поговорить с командирами, то есть вот лицу к лицу, пока они еще будучи призывниками. Так, хорошо, но все-таки вернемся. У нас вопросы от телезрителей пошли. Не забывайте, нам можно просто позвонить по телефону, связаться с нами в прямом эфире и высказать свое мнение. Можно связаться с нами по скайпу, етв, нижнее подчеркивание, тв. Присылайте свои сообщения также на сайт екбург.тв. Ну вот все-таки, поскольку мы это, я уже упомянула это, у нас телезрители заинтересовались, так кто такие все-таки временно негодные, что за формулировка, и когда их призывают, можно ли быть временно негодным, а потом стать вдруг опять годным? Можно. То есть временно негодно – это такая категория граждан. То есть это вид одной из отсрочек от призыва на военную службу. То есть когда медицинская комиссия принимает решение о том, что с таким заболеванием, то есть существует ряд заболеваний, по которым прежде чем выставить вообще категорию годности, такую категоричную, как ограниченно годен к военной службе или негоден к военной службе, необходимо провести такую процедуру, как временно негоден к военной службе. То есть, чтобы понаблюдать за болезнью в динамике, он пришел к нам весной. Ну, это, например, какие? Например, пониженное питание. То есть, недостаток веса. А, то есть, недостаток веса, конечно. То есть, когда рот есть... Да, мы можем увидеть его в динамике, какой он был у нас весной, какой он был у нас осенью, и опять весной. И если действительно ничего не помогает гражданину, и он... Он на диете может плотно сидеть. Возможно, то здесь уже вступает иное решение призывной комиссии. Да, но речь не идет о каких-то хронических заболеваниях, язвах, гастритах, плоскостопиях, или заболеваниях сердца. А то есть, ну, вот такие вещи... Да, заболевания, кожные заболевания, которые, в принципе, излечимы, которые могут впоследствии через 2-3 месяца просто исчезнуть. Поэтому мы это смотрим, врачи это смотрят в медицинских комиссиях, и, естественно, принимается решение, как временно негоден к военной службе. То есть, это отсрочка от призыва на военную службу, как правило, до следующего призыва она действует. Вообще, можно воспользоваться два раза таким видом отсрочки. По заболеванию, по одному. То есть, это временно негоден к военной службе. Один раз на полгода, второй раз на полгода. То есть, но должен общий срок составлять не более одного года. Угу. Ну, то есть, время потянуть там можно, в принципе, да? А берут ли в армию, если есть дети? И берут в армию, если есть дети? Да, берут. Призывают на военную службу. Призывают на военную службу. Нет, сейчас там есть уже ограничения. То есть, если есть один ребенок в семье, то гражданин призывается на военную службу, но место военной службы у него будет вблизи дома. То есть, как правило, либо в этом же муниципальном образовании, либо совсем рядом, близлежащих воинских частях. Это чтобы что? Чтобы он имел возможность каждый вечер возвращаться домой? Ну, возможность частого увольнения, чтобы могла и семья его навестить. Поэтому, я говорю, армия еще более стала социальной, более открытой. Чтобы ребенок папу-то не забыл. Конечно, безусловно. А сколько должно быть детей, чтобы совсем в армию не призывали? Два ребенка у нас, чтобы абсолютно дает отсрочка для воспитания детей, если гражданин имеет двоих и более детей. А много людей у нас в Свердловской области, давайте так, в вашем районе, получают отсрочку, вот как раз потому, что являются папашами? Вы знаете, эта категория не очень большая. То есть, это, как правило, граждане старших возрастов обычно, которые учились или занимаются... В общем, не вчерашние школьники, не студенты. Да, безусловно. Поэтому их достаточно немного. Поэтому один-два человека в призыв попадаются. Но поскольку упомянули граждане более старшего возраста, у нас призывной возраст по-прежнему 27 лет. То есть, вот эти все разговоры, что продлят до 30 или 35, они пока вот... Они пока еще на уровне разговоров и даже пока никаких проектов в законодательство не внесено. Ну, для вас, как для сотрудников военкомата, это хорошо или плохо? С одной стороны, конечно, хорошо. То есть, 27 лет ограничили граждан. Ну, чего 35 уже, да? То есть, как правило, граждане, судя по опыту, да очень редко попадают граждане вооруженные силы, будучи 26-летними, 27-летними. То есть, да, до достижения 27-летних, последние там два года. Они, как правило, вооруженные силы уже имеют какие-то отсрочки, вид отсрочки. Либо они уже отслужили в этот момент, либо они являются гражданами, уклоняющимися от призывной войны. Особенно, что тоже очень маленькая еще уже категория стала. Либо они имеют отсрочку до 27 лет, опять же, по состоянию здоровья. Это вряд ли. Обычно это либо по семейному положению, либо проходящим службы в органах МВД, либо других органах. А вот, ну, кстати, смотрите, про уклонистов. На самом ли деле, ну, так вот, да, просто на понимание, на самом ли деле процент уклонистов снизился существенно. И большую роль в этом сыграло как раз то, что человек, который, ну, от армии до 27 лет побегал, а потом пришел, уперев руки в боки, и сказал, ну, собственно, я все. Ну, ему, в принципе, там могут и выдать военный билет, и хорошо, ладно, иди, раз тебе удалось. Но, тем не менее, человек для себя выставляет некий стеклянный потолок, некие ограничения. И вот про ограничения, которые человек отступит. Ограничения существуют, действительно, они есть. На уровне законодательства уже урегулированы они. То есть граждане не имеют права больше поступать на должности государственных служащих, либо муниципальных служащих. То есть уже путь в государственные структуры, как правило, им закрыт. Да, это тоже существенно поднимает, опять же, и престиж вооруженных сил. И, с одной стороны, ограничивает у нас наше государство от тех граждан, которые, в принципе, умышленно уклонялись от призыва на военную службу, не исполняя законодательства. Ты человек себе практически самостоятельно отсекает в профессиональном смысле очень много. Да, уже карьеру, карьеру, да.